Приветствую вас. Я отвечу, наверное, как и любой мой коллега со своей стороны. Домысливание вложения смыслов, которые не были изначально, является механизмом переноса. То есть, человек некоторые свои незавершенные элементы опыта, свои не до конца реализованные потенции, импульсы, желания, переносит на ту или иную внешнюю ситуацию. Здесь нужно сказать, что, в принципе, все люди в окружающих и во внешнем мире видят себя. Это, пожалуй, нормально, это, пожалуй, вполне естественно. Но в норме такой человек, помимо того, что он видит отражение себя, он способен заметить еще и другого человека. То есть, например, я, видя, допустим, в том или ином проявлении собеседника, могу видеть не только свое что-то, но и другого партнера, то, что он хочет сказать. Я могу это сделать. У каждого есть свой ресурс, который позволяет делать это. У каждого есть свой некий предел, выше которого человек подняться, ну, просто не может, просто не может в силу собственных ограничений. Вот, и по сути, вот это работает, ну, примерно так. То есть, домысливание – это механизм проекции, это механизм переноса. Вот. Нормально ли это? Да, нормально. Это нормально, это, в общем-то, вполне естественно. Способен ли, ну, кто-то, например, хоть кто-нибудь способен избежать этого? Нет. Этого не способен избежать никто. Вот. Все люди, так или иначе, склонны к тому, чтобы что-то домысливости переносить. А я бы связал подобную практику с практикой стереотипов. Вот. Стереотипы, как социальное явление, обладают определенной значимостью для людей. По идее, они должны облегчать процесс узнавания и понимания друг друга людьми. Но, на деле, получается, что эти стереотипы заменяют собой реальное положение вещей. Люди, привыкшие мыслить стереотипами или слишком сильно им доверяющие, как раз-таки замещают стереотипами реальные чувства и реальные переживания. Так, им кажется, что они себя защищают. Таким образом, им кажется, что они себя защищают. Но, по факту, получается, что такие люди просто запрещают себе жить. Вот. Запрещают себе, ну, как-то вот существовать. Запрещают себе получать радость, получать удовольствие от жизни. И так далее. По большому счету, это работает именно так. Есть и более локальные ситуации. Например, когда, допустим, в семье есть какая-то проблематика. Или есть какой-то конфликт, который люди не могут решить. И сталкиваясь с этим конфликтом, если этот конфликт для человека важен, и значим, то, конечно же, вероятность вот, ну, вероятность такого переноса, она будет больше, потому что человек более, более вовлечен в ситуацию. То есть, чем сильнее вовлеченность в ситуации, тем больше шанс того, что будет домысливание, будет додумывание, будет, ну, какой-то вот, какой-то будет перенос, какая-то будет активность, да. Она изначально вот не связана с тем, что хочет сказать другой человек. По этой причине, в частности, психолог не может консультировать, например, своих близких и родных. Вот, потому что есть вовлеченность, там, где есть вовлеченность, там есть, соответственно, домысливание, а значит, нет возможности проводить работу полноценную. Вот примерно так, примерно такой ответ я бы мог вам дать. Более глобально, если рассматривать, то сам момент домысливания и додумывания чего-то в контакте, его взаимодействие может быть связан с решением конкретной проблемы, может быть следствием определенной механической защиты. Вот, то есть, помимо того, что это, вот, перенос, да, перенос, да, перенос это, так сказать, узкое значение. А может быть это элементом более сложного защитного механизма, вот, это может быть элементом более сложной работы. Иногда это может быть и перенаправленным действием, вот, то есть, человек может специально делать так, чтобы, например, проманипулировать другим, чтобы, например, добиться своих целей, вот, каких-то. И такой вариант тоже имеет место быть, может иметь место быть, вот, поэтому все очень индивидуально здесь на самом деле. Вот, и ответ, который можно дать, он максимально общий, вот. То есть, я думаю, что про, например, тот же перенос, про, вот, то же, то же домысливание, например, вы можете, ну, довольно легко найти информацию, то есть информации этой достаточно, как мне кажется, в интернете, если вас интересует именно, ну, именно знание, вот, и получить знание больше, потому что, например, с точки зрения консультанта, с точки зрения терапевта, психотерапевта, здесь все очень индивидуально, и каждый, каждый момент домысливания, каждый момент проекции, переноса, это индивидуальная отдельная история, вызвано определенным опытом субъекта, вот. И, на мой взгляд, вот это вот нужно учитывать обязательно, вот, а каких-то таких общих историй, общих ответов, мне кажется, на это нет. Важно, на мой взгляд, так же понимать еще и то, что знание не дает, так сказать, силы, то есть, ну, если мы знаем, что человек занимается переносом, если мы знаем, что человек домысливает, если мы скажем ему об этом, то ничего не изменится, вот. Реагировать и как-то вот, ну, уменьшать влияние и присутствие данного способа, ну, обращение с проблемой, нужно по-другому, то есть, другие способы, если надо этого, вот. А просто, так сказать, отвергалить, то есть, отразить человеку то, что он делает, это ничего не даст, это, ну, как правило, это вызывает агрессию еще, еще больше агрессии, вот, и, в общем-то, установлению контакта и понимания не способствует от слова совсем, вот. Поэтому, если вдруг вы будете объяснять человеку, вот, почему у него это происходит, да, то есть, ну, пытаться объяснить человеку, почему у него это происходит, то я думаю, что ни к чему это хорошему не приведет, вот, я думаю, что, ну, вы этим добьетесь, ну, добьетесь этим только того, что, вот, вас, ну, ответственность вас оттолкнут, я бы сказал, и могут даже обвинить в том, что вы говорите какой-то бред, вот, потому что остались еще люди, которые, вот, вот, ну, в силу, да, да, причин, да, объяснивают психологическое знание. Также я хотел бы сказать, что, если ваш вопрос не является решением какой-то проблемы, а вы хотите узнать просто о чем-то, то было бы логичнее вопрос ваш поместить в раздел учеба и наука, там этот вопрос был бы более уместен, если это чисто, чисто, ну, чисто для знаний. Вот, и, как бы это, понимаете, это могло бы помочь экспертам из той области, из той категории, тоже ответить вам и тоже, может быть, если вы задаете платный вопрос, то, может быть, тоже получить возможность заработать. Вот, я бы так сказал, поэтому, если вам нужны знания, то обращайтесь в соответствующую категорию, вот, потому что, во-первых, есть нюансы, во-вторых, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, вот, а не забирать, условно говоря, хлеб у других людей, вот. Удачи вам, всего самого доброго, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно.